здравствуйте моя семья и моя интернет семья все кто только что ко мне присоединился оставайтесь нами у нас много чего интересного и сейчас и впереди что я сейчас буду делать дорогие мои ну во первых я выпью свою расторопшу сейчас кто смотрел мое вчерашнее видео я его внизу сделаю обязательно ссылочку я сейчас чищу печень и как раз широтом я уже повторяться не буду чем я чищу печень широтом расторопшие и перемолотых семян тыквы вот я беру ложечку и обязательно сюда и запиваю водичкой а то что вы слышите бурлит кипит это я с вечера всегда готовлю все на завтра и так потому что когда весь день работаешь тебя не получается в течение дня только вечером даже ближе уже к ночи ну и параллельно сейчас буду делать такую вещь посмотрите хочу именно этим поделиться надо кстати на вопросы про широт сейчас сразу быстренько отвечу значит спрашивают где купить я уже говорила я покупаю широт когда бываю в киеве в магазине ела есть такой теперь мариша которая приехала в киев хотела бы со мной встретить моя дорогая хаскина маришенька я сейчас не в киеве поэтому не могу а когда я приезжаю в киев тогда вас нету мы с вами вы в когда я приезжаю в киев но я думаю поскольку я часто туда езжу я думаю что рано или поздно мы с вами обязательно встретимся так что всем привет следующий вопрос по широту три раза в день можно чистить два раза в день можно чистить спрашивают как часто можно утром и вечером как хотите вот как вам угодно но только я это делаю натощак все а вы там уже сами смотрите после этого сразу тоже кушать нельзя то есть как минимум час но нельзя и бейте обильно водичку так я делаю и еще у кого широта нет тут может даже очистить очистить свою печень водой как я расскажу потом сейчас чтоб не отвлекаться я вам покажу что я буду делать значит я беру свою вот эту сырную массу как я ее делаю здесь у меня два яйца немножко семян перемолотых тыквы и грецкого ореха здесь у меня куркума поэтому цвет вот такой желтенький и жидкий сыр уже много раз я показывала эту смесь если я не забуду и найду ее потому что мне тоже нужно как и вам покопаться чтобы найти то я обязательно ее внизу сброшу но в принципе я уже вам рассказала что и как вы можете регулировать больше сыра добавлять меньше яиц можете больше яиц добавлять меньше сыра как хотите регулируйте и можно капнуть разных масел сюда я обычная кунжутная оливковая подсолнечная добавляю но вы смотрите как вот в общем вот такая сырная смесь нам понадобится это у меня всегда остаются остатки каши на этот раз у меня осталась вот такая каша это гречневая каша бывает что остается у меня овсяная из цельнозерновых зерен тоже пойдет рисовая тоже пойдет чтобы не осталось у вас выбрасывать остатки нельзя вот у меня немножко есть я бросаю вот сюда все готово здесь у меня уже заброшено теперь я должна ее перемолоть беру блендер и делаю вот так сейчас я перемолю чтобы вам не мешать выключенность что у вас получилось у вас получилась вот такая смесь сейчас я сразу вот такая у нас получилась смесь и этой же самой вилочкой все вот такая смесь получилось ведь это у меня сыр так и сюда же мою сырную массу густую и смесь такая густая получилось так есть сырная масса такой получается паштет сырный паштет 7 всем деткам когда мажешь на хлеб очень нравится потому что большое количество сыра плюс яйца которые вы на мелкой терке потерли сюда плюс орех перемолотый и перемолотые семена тыквы они очень вкусные тоже куркума дает приятный желтый вот такой вот цвет и это замечательный паштет во-первых поднимает повышает гемоглобин потому что гречка сама по себе во вторых это диетически несмотря на жидкий сыр все-таки полезности здесь гораздо гораздо больше вот так посмотрите что у нас получилось вот такая вот сырная масса можно добавить еще немножечко масло оливкового или какого или кунжутного какое вы любите добавили немножечко и еще раз все это замешивать дальше конечно же ваша фантазия вы можете кунжут сюда перемолоть можете гамасио мою приправу тоже сюда добавить хорошо будет но вот так вот поэтому у меня никогда не остается чего-то просто так я обязательно все всему найду применение и выкладывают вот в такую баночку а по поводу очистки печени значит во первых спрашивают зачем вам чистить печень но это я так понимаю что это утрируют утрируют не вопрос а ну как бы знаете так подстежка такая это людей чувствую вот а сын он у меня все плохие комментарии удаляет а вот иногда с подстежкой он еще не разбирается насколько люди бывают такие как бы так помягче сказать чтоб не обидеть ну в общем вы меня поняли напишет если вы такая здоровая то зачем вам чистить печень и такой же ответ вас ожидает вот для того чтобы я была такой здоровой все вот и все именно для этого и без если если у меня не бывает слава богу господь бог сказал будьте мудрыми будьте мудрыми будьте мудрыми и все у вас получится в этой жизни и не самая главная цель жизни дожить до 100 лет самая главная цель благословить на этой земле как можно больше людей поймите вы это и все у вас тогда в жизни изменится посмотрите какая красота вот сегодня я вас а я попробую поверьте мне это очень вкусно это очень вкусно и вашим деткам это понравится ну а мои бутербродики уже практически будут сейчас готовы на утро вот с такой смесью попробуй посади ребенка чтобы он вот так вот взял и тарелочку кашки съел а вот на бутербродиках на черном хлебе да он с удовольствием а еще когда их разогреваешь и знаете сыр так плавится получается вообще изумительно кстати способ очищения печени водой же вам обещала дело в том что не у всех есть расторопша окей хорошо но уж тыкву с медом можно найти но хорошо если вы уже и тыкву с медом не нашли как вы мне пишите что но невозможно у нас найти расторопшу хорошо если у вас невозможно найти расторопшу вот если у вас вообще ничего нет очищайте печень так значит каждое утро ровно в семь часов лежа в кровати выпить и один стакан кипяченой воды комнатной температуры но вода должна быть теплая теплая комнатной найти вот как 24 26 ну пусть даже 30 градусов но не ниже не холодная печень не любит холода значит выпили тепленькой водички кипяченой или пусть даже комнатной температуры вставать только можно через 10 15 минут после приема воды и курс очищения печени длится 30 дней после этого не нужно кушать 40 минут ну пока вы правильно зарядку делаете туда-сюда вот она действует чистит вашу печень время приема не сдвигать самое главное пить ее четко в 7 часов утра для усиления воздействия можно подержать стакан с водой в руках ну нагреть немножечко вот можете помолиться заодно в это время дальше можно провести неполный курс очищения пить стакан воды в 7 часов утра выходные например только этот способ прост но дает прекрасный результат ну а в принципе чтоб вам не делать это 30 дней с утра ну почему бы нет вот и все тоже очень простой прекрасный результат если печень конечно сильно загрязнена если боли и болезнь уже идет тогда надо применять более сильные методы и причем советоваться с доктором но прежде чем чистить печень водой посоветуйте с доктором как принято говорить да дальше для улучшения работы печени и желчного пузыря можно принимать еще ванны печень любит тепло я вам говорю поэтому хвойные ванны например два раза в недельку при температуре воды 38 40 градусов прекрасно людям со здоровой сердечно-сосудистой системы можно использовать воду с верхним пределом температуры то есть примерно 38 градусов время принятия ванны ребята не больше 10-15 минут это у кого сердечно-сосудистая система это я люблю по 20 по 30 минут принимать ванну а вот другим вот а через месяц при отсутствии неприятных ощущений можно увеличивать продолжительность процедур до 15 минут ванну принимать печень очень любит теплые ванны особенно хвойные поэтому вот вам еще один из способов который очень любит печеночка печень любит чистку мы должны мы зашлаковываемся постоянно постоянно и у нас должно быть чистка должна быть она у нас постоянно особенно в зимнее время будьте благословены вы и ваши плюс близки дай бог вам здоровья дай бог вам благодати пусть ваши детки вас только радует пусть они вас не обижают пусть они станут благословением вам в старости пусть господь бог оберегает ваших родных и близких и деток пусть господь дает вам в изобилии и в при изобилии и поверьте мне если постоянно растворяться в библии и распинать себя каждый день ради близких своих то во первых вы будете получать огромное удовольствие от того что вы так делаете а во вторых ваша любовь обязательно будет восполняться обязательно жизнь будет меняться просто на раз-два-три пока пока